Впервые за всю историю празднования победы в Великой Отечественной войне у мемориала, павшим на полях битвы, было так мало народу. Режим повышенной готовности не позволил провести масштабные мероприятия в честь 75-летия со дня победы. Но отдать дань погибшим на фронтах за свободу и независимость Родины – это простая человеческая потребность. Цветы к вечному огню возложили представители городской думы, администрации, ядерного центра, военного комиссариата, Саровской дивизии. Не было торжественных речей, песен военных лет и парадных расчетов. Праздник победы обязательно отметим шумно и ярко, но позже. А пока поздравления ветераны принимали на дому. 9 мая сотрудники Росгвардии вручили подарки участникам войны. Ветераны заслужили этот праздник. Они ценой своей жизни, жизни своих товарищей эту победу принесли. Поэтому мы просто были обязаны как-то отблагодарить и сказать им большое спасибо за их вклад в эту победу. Соблюдая меры безопасности в масках и перчатках, они навестили ветеранов, подарили им бытовую технику, продуктовые наборы, цветы и передали поздравления от руководства Росгвардии. С праздником вас! С днем великой победы! В честь 75-летия победы каждый ветеран получил особенный подарок – армейский вещевой мешок, в котором в годы войны лежали самые необходимые предметы. Солдат всю войну прошагал всегда своим мешком, с той фляжкой не расставался, в которой иногда болтыхался 200 грамм спирта, котелок, с которым он принимал пищу, какой-то ржаной хлеб, который был в обиходе, кусочек сала, сахара. Несмотря на почтенный возраст, ветераны встречали гостей при полном параде, военной форме и с наградами. Для них 9 мая всегда праздничный день. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.